Здравствуйте, ребята! Мы с вами продолжаем готовиться к единому государственному экзамену по русскому языку и разберем задание номер 20. Но для начала вспомним, как ставить ударение в некоторых словах. Давайте себя проверим. Поставьте ударение. Недуг, свекла, цепочка, кухонный, мозаичный, оптовый, сливовый. Запомнили? Итак, задание 20. Что же нужно уметь, чтобы выполнить это задание правильно? Нужно уметь правильно расставлять знаки припинания в сложном предложении с разными видами связи. Наверное, вы помните, что сложное предложение это то, которое состоит из нескольких грамматических основ, а и виды связи бывают тоже разные. Сегодня и сейчас мы с вами повторим это. Но для того, чтобы выполнить это задание, на что нужно, ребята, обратить внимание? Надо уметь выделять грамматическую основу, потому что без нее вы не сможете определить, сколько предикативных частей в вашем предложении. Дальше нужно будет определить границы предложений. Найти главное предложение. Какое предложение, ребята, называется главным, от которого задаются вопросы к другим зависимым предложениям. Нужно выявить предаточные предложения, и если их несколько, посмотреть, как они связаны между собой. Потому что бывает иногда так, что предложения разрываются, и вам очень сложно определить, где же ставить знаки припинания. И поговорим сегодня еще об опасном месте – стык союзов. Филологи иногда называют это встреча союзов. Итак, какие виды связи бывают в сложном предложении? Ну, конечно же, связь союзная и бессоюзная. Вам, ребята, повезло, в русском языке термины говорящие. Союзные – это когда между частями предложений есть союзы, а бессоюзная связь, когда этих союзов совсем нет. Знаки припинания в бессоюзном сложном предложении могут быть совершенно разные – и запятая, и тире, и двоеточие, и точка с запятой. Союзная связь. Давайте вспомним союзы – сочинительные и подчинительные. Кстати, в этом плане вам тоже повезло, потому что в сложносочиненном предложении используются одни союзы, а в сложноподчиненном совершенно другие, и они не пересекаются. В сложносочиненном предложении части предикативные не зависят друг от друга, и вопрос мы задать к ним не можем. А в сложноподчиненном обязательно есть главное предложение, есть придаточные предложения, которым мы задаем вопросы. Что такое однородное подчинение? Это, ребята, нужно обязательно знать, чтобы правильно ставить знаки припинания. Однородное подчинение – когда вопрос задается один и от одного и того же слова из главного предложения. К этим двум, например, или даже, может быть, к трем предаточным частям. Предаточные части, они равноправны, но союзы могут быть разные, а иногда в одной предаточной части есть союз, а в другой, может быть, и не быть его. Рассмотрим примеры. Девочка писала, что ей очень нравится в деревне, что она научилась ездить верхом. Главное предложение какое будет, ребята? Конечно же, девочка писала. Девочка писала о чем? Что ей очень нравится в деревне. Первая предаточная часть. Девочка писала о чем? Что она научилась ездить верхом. Посмотрите, части совершенно равноправные. Мы задали один и тот же вопрос от всего предложения. Так тоже, ребята, может быть. Сравним. Степан Николаевич всегда знал, что когда-нибудь его сын к нему вернется, и они заживут одной большой семьей. Главное предложение какое будет? Степан Николаевич всегда знал. О чем он знал? Что он знал? Что когда-нибудь его сын к нему вернется. Первое предаточное предложение. О чем же еще знал Степан Николаевич? Что они заживут одной большой семьей. Но во втором предаточном мы не видим союз. Видим другой союз, союз И. В данном случае он какую функцию выполняет. Он соединяет однородные, почему это называется, да, подчинение, однородные предаточные части. Поэтому между этими частями мы запятую не поставим. Как? В отличие от первого предложения. Параллельное подчинение. От слова подчиняться параллельно. Здесь, в отличие от однородного подчинения, будут вопросы разные и даже от разных слов, обязательно от разных слов. И это в основном всегда бывают разные типы предаточных. Типы предаточные какие бывают? Определительные, изъяснительные, обстоятельственные. Обстоятельственные их девять разных разновидностей. Какие? предаточные времени, место, причины и так далее. Например, когда поднялось солнце, мы увидели картину, которая удивила. Где здесь главное предложение? Найдите, ребята, его. Конечно же, мы увидели картину. Когда мы увидели картину? Когда поднялось солнце. Первая предаточная часть. И мы поставили запятую. Мы увидели картину. Картину какую? Которая удивила. Посмотрите, мы поставили разные вопросы от одного главного предложения. Последовательное подчинение от слова след. То есть связь осуществляется по цепочке. Вопрос мы задаем от первого ко второму, от второго к третьему. А бывает еще так, что главное предложение не всегда стоит в первом предложении. Оно может стоять по серединке. От первого ко второму, от второго к третьему. На цепочку у нас все-таки замыкается. Дети рассказали. О чем рассказали? Что нарвали те цветы. Какие цветы? Которые любит мама. Посмотрите, одно предложение цепляет следующее. Это последовательное подчинение. Еще, ребята, очень часто в заданиях ЕГЭ встречается комбинированное подчинение. Не пугайтесь его. Если вы правильно разберете предложение, если вы действительно увидите все предикативные части, правильно зададите вопросы и сделаете схему, что тоже очень помогает, то вы обязательно правильно расставите знаки припинания. Например, вечером буря разыгралась так, как, что нельзя было расслышать, гудит ли ветер или гремит гром. Посмотрите, где у нас главное предложение. Вечером буря разыгралась так. Вот нарисовала я схему. Как она разыгралась, что нельзя было расслышать? Чего нельзя было расслышать? Гудит ли ветер? И чего нельзя было расслышать? Гремит гром. Посмотрите, здесь связь и последовательная, и однородная. Ребята, а вот те самые союзы, на стыке которых очень часто или ставится запятая, или она не ставится. От чего зависит? Давайте посмотрим и назовем этим союза. И когда, и что, и где, что, если. Наверняка вы встречали эти союзы. Что же нам с вами делать? Есть такой хороший прием. Мы можем предаточную часть вырвать и переставить в другую часть предложения. Если предложение не потеряло своего смысла и звучит грамотно с точки зрения построения предложения, то тогда мы с двух сторон эту придаточную часть выделяем. Если нет, то нет. Когда мы ставим запятую, давайте посмотрим примеры. Мы гуляли по набережной, и когда начался дождь, открыли зонты. Посмотрите, главное предложение. Мы гуляли по набережной, и открыли зонты. Когда? Когда мы открыли зонты? Когда начался дождь. Мы, в принципе, взяли эту часть и переставили придаточное времени в другое место, поэтому мы между и, и когда поставили запятую. Мы гуляли по набережной, поэтому, когда начался дождь, зашли в кафе. Главное предложение. Мы гуляли по набережной, зашли в кафе. Почему? Когда мы зашли в кафе? Когда начался дождь. Когда же мы не ставим запятую между этими двумя союзами? Посмотрим примеры. Он знал, что если он выйдет на улицу, то промокнет до нитки. Обратите внимание, мы между этими двумя союзами запятую не поставили. Почему? Есть очень хорошие такие слова-подсказки, союзы-подсказки. На самом деле запятая не ставится, когда есть вторая часть союза. В данном случае есть то, поэтому запятую мы поставили перед то, а в этом случае именно между этими двумя союзами мы запятую ставить не будем. Какие еще бывают у нас такие двойные союзы? Посмотрите. Если то, как, так, хотя, но. То есть вторая часть союзов это не только то, но и но и так. Запомните, пожалуйста. Рассмотрим следующее предложение. В любой роли талантливый актер чувствует себя свободно и естественно. И когда выражает на сцене характер своего героя и переживает его судьбу, то он обычно доходит до полного ощущения, что он и есть тот самый герой. Посмотрите, какое сложное предложение. И в этом предложении разные виды связи. Главное предложение. Первое, посмотрите. В любой роли талантливый актер чувствует себя свободно и естественно. Дальше идет у нас придаточная часть. И когда выражает на сцене характер своего героя и переживает его судьбу, вот на цифре 3 мы не будем ставить запятую, потому что здесь у нас однородные сказуемые, то он обычно доходит до полного ощущения. Он обычно доходит до полного ощущения, когда? Когда выражает на сцене характер своего героя. От второго главного предложения мы ставим вопрос ко второму предложению, придаточному. И еще один вопрос мы будем ставить. Он обычно доходит до полного ощущения, какого, что он и есть тот самый герой, еще одна предаточная часть. Таким образом, в этом предложении связь и сочинительная, и подчинительная. И наша с вами задача найти главные предложения и посмотреть от них, какие части зависят сложно подчиненного, например, предложения. Таким образом, дорогие ребята, когда вы ставите знаки препинания, никогда не торопитесь. Сначала нужно выделить грамматическую основу, выделить границы предложений, и если задаются вопросы, то поставить к ним вопросы и посмотреть, разорвано предложение или нет. И в данном случае, когда у нас есть встреча союзов, на стыке союзов, если будет то, то запятую мы в этом месте не поставим. Если второй части союза не будет, то мы поставим запятую между двумя союзами. Ребята, я желаю вам успехов в выполнении 20-го задания. Продолжение следует...